Глава государства Касымжумарт Токаев в своем послании народу Казахстана отметил необходимость развития медицины в отдаленных районах. Так, в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в текущем году в Тарбогатайском районе было открыто 6 медицинских пунктов. Еще три объекта планируется построить в 2024 году. Реализация проекта «Модернизация сельского здравоохранения» позволит повысить доступность медицинской помощи в селах, а также обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи сельскому населению. Поэтому в регионе одним из приоритетных направлений стало строительство медицинских пунктов и амбулаторий в селах. В ближайшее время в Восточно-Казахстанской области планируется завершить строительство 36 новых медпунктов, 9 из которых в Тарбогатайском районе. «Мы считаем, что в каждом селе должна быть современная медицина. Нашей первостепенной задачей является развитие медицины Тарбогатайского района. На данном этапе работ в родильном отделении и района проводится капитальный ремонт, также ведется модернизация оборудования. К тому же наши врачи выезжают за границу и постоянно обучаются». Новые медицинские объекты строятся в селах Ахмедбулак, Жанаталаб, Казахстан, Шорка, Шалакурда и Акмектеп. На строительство медицинских пунктов из республиканского бюджета было выделено 150 миллионов тенге. Медицинские учреждения оснащены всем необходимым оборудованием. Открытие врачебных амбулаторий сельчане ждали давно. Это связано с тем, что до этого за медицинской помощью необходимо было выезжать в районный центр. В следующем году планируется построить фельдшерско-акушерские пункты в селах Асусай, Жанбыл и Байтугас. При поддержке государства в строительстве принимают участие и местные предприниматели. «Вот и в нашем селе построят медпункт. Народ в небывалом восторге. Все очень рады, что построят новый объект. Мы действительно довольны. Прошло почти 70 лет с момента основания села. Впервые с тех пор будет построен медпункт». Также в рамках проекта «Аул Ельбисыг» был проведен капитальный ремонт медицинских учреждений в селах Куйган и Талке. «Сегодня очень радостный день для жителей, как для всех пожилых, так и для молодежи нашего района. У нас проводится капитальный ремонт медицинского пункта. Мы очень счастливы, что ведется такой национальный проект. Очередь дошла и до нашего района». Стоит отметить, что в районной больнице созданы все необходимые условия для населения. Квалифицированные специалисты ежедневно принимают десятки пациентов. Теперь в медицинском пункте есть все современное оборудование. Был приобретен трехуровневый рентгеновский аппарат, цифровой аппарат для флюорографии за 36 миллионов тенге, а также установлена система ПАКС. В стационарном отделении больницы приобрели койки для реабилитации людей после инсульта и тяжелых болезней. «В связи с тем, что район находится далеко от областного центра, на расстоянии в 500 километров, в следующем году планируется приобрести оборудование для компьютерной томографии. У нас есть и молодые специалисты, окончившие резидентуру. Поэтому в будущем есть масштабные планы по модернизации медицины нашего района». Инновационное оборудование в клинику села Тугыл будет закуплено на средства фонда «Хазахстан-Халкана». Планируется приобрести диагностическое оборудование, оснащение для проведения лабораторных гормональных исследований. Это даёт возможность проходить эти процедуры пациентам, не выезжая за пределы своего сельского округа. Кроме того, проводится конкурс на приобретение ЭКГ-аппарата. Также в поликлинике открыты кабинеты физиотерапии и флюорографии. Приобретён прибор для проверки свёртываемости крови. Планируется приобрести автомобиль, оборудованный рентгеном, а также оборудование для проведения обследования на предмет сердечно-сосудистых заболеваний. В следующем году в районную больницу приедет оборудование компьютерной томографии, которое откроет большие возможности для сферы здравоохранения нашего района. Тогда мы сможем диагностировать болезни на ранних стадиях. В районной больнице хирурги оказывают неотложную помощь на своём уровне, и пациентам не нужно для этого ехать в Усть-Каменогорск. В этом году впервые в больнице проведено фиброколоноскопическое исследование под наркозом. Планируется также повышение квалификации специалистов. Например, в онкологическом центре города Семей врач-акушер-гинеколог повысил квалификацию по клинической кальпоскопии при заболеваниях шейки матки. В результате данный вид медицинской помощи стал доступен пациентам районной больницы. Также двое врачей стали докторами PHD в области медицины. Тамирис Кабаева, Мирас Кумаргалиев, Жахсылок Серпек, Алтай Ахпарат.